Здравствуйте, меня зовут Чан Юн Чон. Я начальник бизнес-отдела по лечению рака Национального онкологического центра. Для меня большая честь представлять сегодня Национальный онкологический центр Кореи и комплексный план борьбы с раком. Давайте начнем лекцию. Позвольте мне сначала рассказать о текущем состоянии здравоохранения и политики в Корее. Население Кореи в настоящее время составляет около 51 миллиона человек. Однако из-за низкой рождаемости и старения населения общая численность населения постепенно сокращается и наблюдается тенденция увеличения стареющего населения. Этот эффект старения можно увидеть, посмотрев на изменения ожидаемой продолжительности жизни. В настоящее время можно сказать, что в Корее очень высокая продолжительность жизни мужчин 80,3 года и 86,3 года для женщин. Однако в 2030 году ожидается, что она станет пожилой страной номер один в мире. С другой стороны, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в 65 лет не увеличилась. Поэтому ожидается, что число пожилых людей старше 65 лет, страдающих заболеваниями, будет еще больше. Рак является причиной летальных исходов номер один. Заболеваемость раком продолжает расти. Следующей причиной являются сердечно-сосудистые заболевания, а частота развития церебровоскулярных заболеваний постепенно сокращается. Третьей причиной впервые в этом году стала пневмония, уровень которой постепенно растет. С 2010 года наблюдается спад уровня самоубийств, но все еще находится на высоком уровне. Наиболее частым местом смерти является смерть в больницах. За ней следует смерть на дому с уровнем менее 20%. Можно сказать, что это очень незначительный показатель. Что касается ресурсов здравоохранения Кореи, то можно сказать, что это страна с очень большим количеством больничных коек на душу населения, которая занимает второе место после Японии. Диагностическое оборудование, такое как компьютерная томография и другое, насчитывает очень большое количество. Период госпитализации в больницах очень продолжителен по сравнению с другими странами. Стоимость услуг здравоохранения по сравнению с общим ВВП составляет 7,6%, что немного ниже, чем в странах ОЭСР. А превозвратимый коэффициент смертности составляет около 103 человек на 100 тысяч населения, достигая среднего уровня. 100% всех граждан имеют полис государственного медицинского страхования. Тем не менее, поскольку существуют расходы за свой счет и есть пункты, не подлежащие страхованию, поэтому около 70% населения используют государственное и частное страхование одновременно. Это текущее состояние заболеваемости раком в Корее. Официальная статистика рака ведется с 1999 года, согласно которой заболеваемость раком в Корее постоянно растет. Увеличение числа случаев или уровня заболеваемости относительно населения существенно не изменилось. Темным цветом с обеих сторон обозначен рак щитовидной железы. Пик заболеваемости раком щитовидной железы пришелся на 2015 год. С тех пор наблюдается тенденция постепенного уменьшения. Уровень заболеваемости раком в Корее можно рассматривать как средний показатель по странам ОЭСР на основе 2012 года. Наблюдается тенденция к постепенному увеличению. По сравнению с Россией разница примерно в 100 человек. Если вы посмотрите на пик возникающего рака, то увидите небольшую разницу между соотношением мужчин и женщин. На первом месте по онкозаболеваниям среди мужчин в Корее стоит рак желудка, рак легких, колоректальный рак, рак простаты, рак печени и рак щитовидной железы. Именно в такой последовательности. Если посмотреть на эту тенденцию, рак желудка имеет тенденцию к снижению, а рак простаты и рак щитовидной железы – к увеличению. У женщин рак щитовидной железы стоит на первом месте. За ним следует рак груди, рак толстой кишки, рак желудка, рак легких, рак печени и рак поджелудочной железы. За исключением рака толстой кишки и желудка эта тенденция постепенно увеличивается. Выживаемость при раке в Корее довольно высока. Что касается распространенного рака, то по сравнению со странами ОЭСР, результаты лечения очень хорошие. Позвольте мне рассказать вам о комплексном плане борьбы с раком в Корее. Корея выпустила четвертый комплексный план борьбы с раком, начиная с 1996 года, соответствующим образом корректируя направление лечения рака. Эти комплексные планы борьбы с раком объявляются страной и относятся к широкому кругу вопросов, касающихся того, как справиться с болезнью и как ее лечить. Первоначально планы составлялись каждые 10 лет, а затем каждые 5 лет, начиная с 2016 года. Национальные комплексные планы лечения рака были основаны на законе о борьбе с раком. Прежде всего, после принятия закона о Национальном онкологическом центре был создан Национальный онкологический центр, который функционирует как рабочий отдел закона о борьбе с раком. В 2010 году закон о Национальном онкологическом центре был отменен и объединен с законом о борьбе с раком и ныне действует как единый закон. Что касается первого этапа, то в настоящее время разрабатываются и расширяются основные стратегии национального проекта по борьбе с раком, а на втором этапе многие из них были расширены на практике. В течение третьего этапа были объявлены невыполненные требования и политика, которые мы пытаемся укрепить на четвертом этапе. Позвольте мне начать с профилактики рака. Что касается профилактики рака, я могу сначала рассказать вам об отказе от курения. В случае курения, если проанализировать взрослое население в прошлом, мужчины составляли 66,3% и женщины 6,5%, что являлось очень высоким показателем. В стране активно проводится политика отказа от курения, поэтому у мужчин показатель снизился до 35,8%. На первом этапе проекта по борьбе с раком мы создали веб-сайт, посвященный отказу от курения, и повысили налог на потребление топога, благодаря чему мы создали так называемый Национальный фонд укрепления здоровья, через который было продвинуто множество национальных проектов. В дополнение к этому, мы продолжаем расширять политику, открываем кабинеты по отказу от курения, колд-центры для некурящих и распространяем постеры. Чтобы предотвратить рак, сначала мы создали 10 основных рекомендаций по профилактике рака в 2006 году, а с 2007 года мы проводим общенациональную кампанию по профилактике рака, приуроченную к празднованию дня профилактики рака. В 2014 году все виды вакцинаций стали предоставляться новорожденным бесплатно. С 2016 года девочкам с 12 лет проводится бесплатная вакцинация против ВПЧ. В рамках четвертого комплексного плана борьбы с раком закон о борьбе с раком был пересмотрен и продвигался с целью внедрения новой политики не только для профилактики рака, но и для контроля за канцерогенами. В случае 10 основных рекомендаций по профилактике рака мы излагаем привычки образа жизни и факторы окружающей среды, которые чаще всего могут вызывать рак в Корее, а также проводим пиар-обучение населения мерам профилактики рака. Это обеспечивается посредством брошюр, листовок и видеороликов, а в 2020 году был опубликован буклет с правилами профилактики для каждого из 11 основных видов рака. Регистрация рака велась в региональных проектах по борьбе с раком до того, как был создан наш Национальный онкологический центр. Созданием Национального онкологического центра с 2004 года были признаны Центральный офис и региональный офис регистрации рака. По всей стране начали проводить отслеживание онкозаболеваний. В 2005 году мы создали базу данных и непрерывно ввели ее контроль. А в 2009 году мы завершили регистрацию рака длительностью в 2 года, что повысило точность и показало статус очень быстрой регистрации рака в мире. В рамках третьего комплексного плана борьбы с раком мы дополнительно разработали и предоставили услугу, которая показывает статус заболеваемости раком по типу рака в каждом регионе, в котором внедрена система ГИС – географическая информационная система. Скрининг рака – один из важнейших методов лечения рака. Мы начали с рака желудка, который является основной для скрининга рака, а также рак груди и рак шейки матки у женщин. Для этого мы разработали руководство и начали проводить скрининг рака печени в 2003 году и рака толстой кишки в 2004 году. В рамках второго комплексного плана борьбы с раком стадии были дополнительно пересмотрены руководства по борьбе с раком. А с 2015 года были созданы новые руководства по раку лёгких и щитовидной железы, благодаря которым снизилась частота проявления рака щитовидной железы. Руководство по раку лёгких, разработанное в это время, было связано с пилотным проектом по диагностике рака лёгких на следующем третьем этапе. Затем мы реализовали данный проект, а с 2019 года был внедрён пилотный проект по проведению колоноскопии в качестве диагностики рака толстой кишки. Корея — единственная страна, которая имеет шесть диагностических программ скрининга рака, и государство оплачивает 100% этой стоимости 50% населения с низким доходом, а остальная часть населения оплачивает около 20% расходов за свой счёт. Что касается рака желудка, печени, толстой кишки, груди, рака шейки матки и лёгких, в стране проводятся меры борьбы с раком различными способами с учётом возраста и циклов проведения скрининга. Вначале уровень скрининга рака был очень низким, но благодаря постоянному продвижению и расширению текущий уровень скрининга рака груди, например, составляет 69,9%. В различных странах ОЭСР существуют различные показатели скрининга рака, но такого поразительного роста уровня скрининга, как в Корее, нет ни в одной стране. Благодаря расширению скрининга рака увеличивается частота выявления рака на ранней стадии, увеличивается доля онкозаболеваний инситу, таким образом увеличивается уровень выживаемости. Для финансовой поддержки онкологических больных в Корее существуют за счёт страхования расходов за свой счёт. Эти расходы за свой счёт оплачиваются гражданами Кореи в размере около 20% от суммы лечения. В настоящее время снизилась оплата медицинских расходов для онкологических больных до 5%, а для людей с низкими доходами мы обеспечиваем финансовую поддержку в качестве отдельного проекта. Кроме того, сведением точной медицинской помощи расширяется направление страхования, в рамках которых расходы на НГС. Это метод анализа базовых последовательностей нового поколения, и клинические испытания под руководством исследователей поддерживаются государственной страховкой. Эрадикация хеликобактер также поддерживается страховкой. Продолжаются всё новые расширения, поддерживаемые страхованием. В новом четвёртом комплексном плане лечения рака в настоящее время пересматривается то, что связано с проектом поддержки медицинских расходов для онкологических больных. По мере увеличения выживаемости рака, значительно увеличивается число выживших после рака. Выжившими после рака считаются обычно те, кто прожил более 5 лет, около 10% тех, кто проходит лечение от рака, 9% тех, кто лечится от 1 до 2 лет, и 22% от 2 до 5 лет. В случае пациентов, переживающих онкологические заболевания, очень важна помощь, поскольку могут возникать различные психосоциальные проблемы, которые приводят к долгосрочным последствиям. С 2017 года не только амбулаторно-лечебный центр, но и региональный амбулаторный центр реабилитации выживших онкологических больных при региональном онкологическом центре был объявлен на государственном уровне пилотным проектом программы «Управление выжившим после рака». В этом году, когда была принята поправка к закону о борьбе с раком, мы планируем официально изменить статус лиц, переживших рак, чтобы улучшить стигму или повысить осведомленность людей, переживших рак, каждый год. В июне мы проводим эти кампании на государственном уровне, работая над повышением осведомленности выживших после рака. Начали создаваться хосписы, плюс паллиативный уход для облегчения боли пациентов с неизлечимыми формами рака и улучшения качества жизни их семей. Сначала, в 2003 году, необходимость этой программы была признана в пилотном проекте стационарных хосписов, а с 2005 года в стране начался проект поддержки развития таких хосписных учреждений. С 2008 года правительство назначает учреждения, а в 2011 году, после внесения изменений в закон о борьбе с раком, была создана соответствующая правовая основа. В 2016 году закон о борьбе с раком перестает действовать на хосписы. Хоспис и закон о пожизненных медицинских решениях получили новую правовую основу. Поэтому услуги паллиативной помощи в хосписах были добавлены к нераковым заболеваниям. В последнее время постепенно увеличивается количество хосписов домашнего типа, хосписов консультативного типа и хосписов для педиатрической паллиативной помощи. Благодаря этим институциональным проектам в 2010 году качество смертности в Корее занимало только 32 место из 40. Но в рейтинге качества смерти, опубликованном агентством Economist 5, пять лет спустя он был значительно выше – до 18 из 80 стран. Уход за онкобольными также получил международное признание. В настоящее время хосписные учреждения паллиативной помощи распределены по всей стране. Но в некоторых регионах их все еще недостаточно по сравнению с населением. Мы стараемся постепенно расширять данный проект. В настоящее время используются наркотические анальгетики, одобренные ВОЗ в качестве показателя НИС, у онкологических больных не только в последней стадии. В целях дальнейшего продвижения использования этих наркотических анальгетиков в Корее в 2004 году Национальный онкологический центр и Министерство здравоохранения и социального обеспечения разработала и распространила рекомендации по лечению боли при раке и с тех пор использование наркотических анальгетиков значительно увеличилось. В частности, с 2017 года была запущена обезболивающая кампания, направленная на снижение устойчивости онкологических больных к наркотическим анальгетикам и улучшение качества жизни за счет использования соответствующих обезболивающих. По этой причине можно сказать, что в Корее, одной из азиатских стран, употребление наркотических анальгетиков очень стабильно относительно населения. Наиболее важной частью этого бизнеса по лечению рака является инфраструктура. В настоящее время Национальный онкологический центр — это исследовательский институт, который проводит фундаментальные исследования. Он имеет бизнес-отдел по лечению рака, где я работаю. Это больница для лечения больных раком, а также международная аспирантура по лечению рака, в которой обучаются аспиранты. Можно сказать, что это единственный национальный онкологический центр в мире, который выполняет эти четыре функции. Поэтому мы сформировали не только IARC, International Age Rating Coalition, Международную коалицию возрастных рейтингов для политических исследований, но также NCI, National Cancer Institute, Национальный институт рака для фундаментальных исследований, одобранный ВОЗ или IARC для контроля текущего состояния борьбы с раком во всем мире, и таких национальных онкологических центров и ассоциаций по всему азиатскому региону. Как участники ассоциации мы продолжаем укреплять международное сотрудничество. Мы прилагаем усилия для расширения бизнеса по борьбе и управлению онкологическими заболеваниями не только в Национальном онкологическом центре, но и подключая все онкологические центры страны. Мы стремимся расширить наш бизнес и создать систему управления, а благодаря сотрудничеству между Национальным онкологическим центром и Региональным онкологическим центром мы повысим качество национальной службы и получим возможность доступа к скринингу и лечению рака, а также мы увеличиваем возможности для доступа к палеотимной помощи в хосписах. Чтобы общественность знала правильную информацию о раке, был создан Национальный онкологический информационный центр, который работал с Национальным онкологическим центром. Дополнение к веб-сайтам, материалам для обучения пациентов, общение через социальные сети, колл-центры, таким анимациям, видео и т.д. проводятся различные кампании. Он работает с 2007 года, чтобы предоставить точную информацию о раке. Кроме того, в рамках комплексного плана управления раком третьего этапа мы имеем пилотную структуру, а на четвертом этапе мы планируем управлять Национальным центром большой базы данных по раку на правовой основе. Данные регистрации онкозаболеваний, данные каждого проекта, данные обследований, данные хосписов, данные выживших после рака, информация о лечении онкологических больных, пролеченных в каждой больнице, внесены в Национальную статистику регистрации рака, а также статистику разных стран, объединенную в большую базу данных. Благодаря этому мы планируем предоставлять инфраструктуру лечения рака и руководство на основе цифровых данных. На этом я заканчиваю лекцию. Спасибо всем за внимание.